Элдер Скроллс Элдер Скроллс Элдер Скроллс Элдер Скроллс Элдер Скролл 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 о себе уже путем непосредственной атаки, чем всех и бесили. Однако все те же горожане также обсуждали возможную смерть Джеуба на своей родине в Моровинде в ходе кризиса Обливиона. Также Бурс Гро Каш, глава гильдии бойцов в городе Чейдинг Холл, говорит, что они, как и жители Моровинда, отмечают праздник святого Джеуба, потому как граф города Данмир. Истинную судьбу Джеуба игроки смогли узнать лишь в пятой части под названием Скаирим, а если быть точнее, в дополнении Стража Рассвета. Душу Джеуба можно встретить в Каирне Душ, плане Обливиона, принадлежащем таинственным созданиям, именуемым себя Совершенными Повелителями. Призрак весьма охотно идет на контакт и рассказывает, как он здесь оказался и за что его везли на тюремном корабле в третьей части вместе с Нероварином. Джеуб был скумовым наркоманом и за деньги на новую дозу занимался заказными убийствами. Однажды ему поручили убить некое высокопоставленное лицо дома Ридаран, но одновременно это же убийство поручили одному из убийц организации Морок Тонг. Ассасин прибыл на место и совершил убийство раньше Джеуба, и когда тот прибыл на место преступления его уже ждала стража. Его схватили, арестовали и заточили в тюрьму города Вивик, где он провел несколько лет в заточении. Видимо, затем его по каким-то причинам перевели в тюрьму имперского города и, отсидев свой срок, Джеуб оказался на одном корабле с другим заключенным, самим Нероварином, и их обоих освободили, доставив в провинцию Моровинд. Видимо, Джеуб сошел с корабля не в Сейдонин, а где-нибудь в кварталах Вивика. Выйдя на свободу, Джеуб загорелся идеей искупить свои грехи перед народом данмеров, и для этого он выбрал себе довольно необычную и очень сложную цель – истребить всех скальных наездников. Он приступил к своей миссии и, по его словам, в одиночку, используя лишь лук и меч, истребил все их гнезда, за что впоследствии благодарные жители Моровинда стали называть его святым Джеубом и Джеубом-освободителем, а также причислили к лику святых в своем пантеоне. Из его сочинения можно узнать, что его восхождению поспособствовал сам лорд Вивик, однажды телепортировавший Джеуба в свой дворец, когда тот был на грани гибели в окружении скальных наездников. После всеобщего признания Джеуб решил перебраться в Сиродил, в город Квач, чтобы писать мемуары о своей жизни. Кто играл в четвертую часть, хорошо помнит, что Квач был первым городом, в котором открылись врата Обливиона, и который вследствие этого был почти полностью разрушен. Именно в этот момент Джеуб сидел в одном из домов Квача, пописывая свое сочинение. Когда открылись врата, из которых повалились армии Даэдра, Джеуб, как истинный герой, решил присоединиться к обороне города, однако потерпел неудачу. Один из дремор поймал его душу в черный камень и убил, после чего Данмер оказался в Каирне душ. Забавно то, что до разговора с Давакином Джеуб и не подозревал, что он уже 200 лет как мертв, и думал, что он просто сидит в какой-то тюрьме или темнице. Пока он падал в план совершенных повелителей, он растерял по его окрестностям страницы своего первого тома, которые игрок может помочь ему отыскать. Однако помочь ему покинуть Каирн, как и другим его обитателям, увы, не получится. Надеюсь, вам понравилась история. Если да, то поставь лайк и подпишись на канал, а также мою группу ВКонтакте, ссылка в описании. С вами был Эш Кинг, всем удачи и до новых встреч!